Всем привет дорогие друзья любители оружия любители охоты на этот раз я запланировал довольно объемную серию видео обзоров посвященную так скажем апгрейду моего гладкоствола полуавтоматического ружья арбсон а 612 пожалуй у большинства владельцев полуавтоматов рано или поздно появляется желание поставить установить использовать различные прицельные приспособления на свои ружья такие как скажем коллиматорный прицел либо прицел ночного видения и соответственно возникает ряд вопросов как же все это грамотно поставить что для этого требуется как это все дело будет работать люди начинают искать какие-то статьи материалы в интернете и так же как и я сталкиваются с тем что зачастую информация есть но она довольно разрознена и чтобы прийти какому-то пониманию требуется лазить где-то изучать какие-то материалы где-то что-то недопонимать в результате я решил снять эти серии видео и скомпоновать материалы также рассказать вам о своем опыте вот со всеми этими манипуляциями для того чтобы у нас с вами пазл все-таки сложился ну прежде всего для себя необходимо решить ставить прицельные приспособления либо стрелять по старинке как по прицельной планке по мушке так как все-таки при установке там скажем того же ночника требуется довольно серьезное вмешательство конструктивной особенности ружья это так скажем прежде всего какие-то внутренние особенности о которых я вам расскажу позже когда у вас приходит четкое понимание то я хочу коллиматор значит соответственно вы должны сразу для себя понимать будет что-то сверлиться будет где-то что-то укрепляться для владельцев бюджетных ружей ну сюда же отнесем моего турка так как все-таки ружья я считаю довольно бюджетная наверное не столь тяжело прийти к пониманию ну некому морально-этическому аспекту того что что-то где-то будет засверливаться где-то что-то меняться вмешательство в конструктивной особенности в отличие от так скажем хозяев дорогих ружей серии трех б бенели браунинг беретто согласитесь сверлить ружье стоимостью более 100 тысяч ну как-то наверное морально неэтично хотя наверное дело каждого не ничего в этом страшного нет если только это делается все грамотно и правильно так вот друзья в этой серии я хочу рассказать о установке на ствольную коробку планки вивер также расскажу о установке коллиматорного прицела о его особенности далее в следующих частях мы с вами рассмотрим вариант установки ночного прицела и в довершении всего в последующих частях я вам расскажу о использовании тактического подствольного фонаря начнем мы с того как правильно и для чего нужно установить на ружье планку вивер итак ребят прежде чем переходить к техническим моментам по установке планки вивер давайте все-таки небольшую вводную потом для чего же вообще требуется установить эту планку почему нельзя обойтись вот штатным креплением на ствольной коробке ласточкин хвост и поставить на нее коллиматор отвечу на ваш вопрос так при установке планки вивер выбор коллиматорных прицелов у вас значительно расширяется так как далеко не все производители выпускают коллиматоры именно под ласточкин хвост то есть с этим понятно что на планку вивер встает практически любой коллиматорный прицел представлены сейчас на рынке либо это закрытые коллиматоры либо открытого типа вот как у меня то есть мы понимаем что уже установка этой планки необходимо а теперь давайте поймем а для чего же нужно все таки и и устанавливать сверлить и ставить нами я вам отвечу так если вы планируете использовать только коллиматорный прицел то в принципе вот такое усиление она вероятно всего не требуется так как сам по себе коллиматорный прицел это вещь довольно легкая если же мы говорим о том что помимо коллиматорного прицела на ружье мы будем использовать прицел ночного видения а это прибор довольно тяжелый примерно килограмм и даже больше он весит и первое что может случиться при стрельбе пулей ночной прицел у вас просто слетает скрепление вместе с вашей же планкой вивер и были случаи когда сам само крепление ласточки на хвост ломалась поэтому мы понимаем да что если мы будем использовать прицел ночного видения а к глотко стволом подходит только лишь одна модель ночников и об этом я расскажу вам отдельно в следующих частях то оставить под планку и стационарно есть смысл теперь давайте перейдем к техническим особенностям как эту планку установлен итак переходим непосредственно к вопросу о том как эта планка закреплена на ствольной коробке да хочу заметить что вот такая длинная планка взята от тико т3 это болтовик винторез но вот она именно тиковская такая длинненькая и закрывает полностью наш с вами ласточкин хвост что выглядит в принципе довольно эстетично сама планка крепится к ствольной коробке путем засверливания самой ствольной коробке в шести местах раз два три 4 5 6 4 отверстия предназначена для вкрутки шестигранных винтиков вот раз два три 4 2 отверстия значит для того чтобы закрепить планку на специальные стальные проставки которые установлены внутри ствольной коробки в двух местах на специальной клепки то есть завальцовано также есть один нюанс вот этот винт шестигранным он засверлен через ствольную коробку прямо в хвостовик ствола имейте ввиду что когда вы будете разбирать ружье вам будет необходимо выкручивать вот этот один винт сделано это для того чтобы придать еще более так сказать усиление надежность всей конструкции то сразу хочу оговориться что вот эти все работы делал естественно не я так как но у меня специфика работы совершенно в другом заключается я в этом абсолютно не разбираюсь и вам не рекомендую если у вас нет соответствующего опыта если вы не токарь и фрезеровщик там первого разряда я не знаю и никогда с этим не сталкивались лучше доверьте все это дело профессионалам я же заказывал это в оружейной мастерской мастер опытный он не раз уже устанавливал эти планки на гладко ствола то есть без всяких проблем он это мне сделал я же лишь рассказываю о технологических особенностях как это было сделано и возвращаясь к моменту о вот этом винте который закручен хвостовик ствола вот есть такая рекомендация после того как вы допустим разобрали ружье то есть вы выкрутили винт разобрали ружье сняли ствол почистили его значит вставили обратно закрутили и вот рекомендую то есть винт вы еще не вставили рекомендую в саму резьбу вот есть такое средство айна ровный фиксатора для с резьбы со слабой фиксации ну вот так это дело выглядит не знаю видно нет покупал я его в автомобильном магазине в принципе средства известное вот именно синенького цвета надо брать без проблем вы его найдете и прямо вот этим средством в резьбу сюда делайте там одну две капли и закручиваете винт после этого когда вам потребуется снова разобрать вы также выкручиваете разобрали собрали капнули закрутили то есть вот эту процедуру необходимо делать периодически и служит это для того как вы понимаете что там при стрельбе не происходило так сказать самовыкручивание вот этого винта это все что касается сверление ствольной коробки для установки планки но помимо этого сама планка еще и приклеена к ласточкиному хвосту так называемой жидкой сваркой сутки она выдерживалась чтобы это все дело вошло поляризовалась вошло в реакцию то есть это еще придает еще больше надежности для вот крепления этой всей конструкции и давайте еще раз для понимания я объясню для чего именно вот эта вся конструкция делалась таким усилением я собираюсь использовать помимо коллиматорного прицела еще и прицел ночного видения чтобы он никуда не гулял само крепление стояла стационарно вот эти все действия они просто необходимы и сейчас давайте я разберу ружье и объясню вам как укреплена вся конструкция внутри ствольной коробки итак ружье я разобрал для того чтобы показать вам наглядно как наши с вами планка вивер крепятся изнутри за ствольную коробку я подсвечу даже специально вот там вот видно да что просверлена ствольная коробка сверлится это все на станке там вот есть также клёпочка ну то есть вот видно отверстие которое как раз засверлено вместе с хвостовиком ствола а вот там вот дальше если посмотреть если видно за остальную пластинку или так скажем проставку уже сверлится вот эти винты то есть отверстие для и две клёпки так так называемой для усиления конструкции то есть вот в этой части в этой части конструкция была усилена конструкция самой ствольной коробки внутри и давайте я покажу вам ствол то отверстие которым я вам говорил которое засверлено было специально для усиления конструкции крепежа планки ну мы с вами когда значит ставим ствол на место мы берем этот айнорубный фиксатор и капаем вот он еще раз его покажу вот такое средство капаем его в резьбу капаем сюда вот так же под планку вставляем и закручиваем винтиком такой вот винтик ну маленький очень аккуратный все нигде ничего не выступает здесь все сделано очень аккуратно никаких у меня нареканий к этому мастеру к этой мастерской не возникло но окрепление планки пожалуй наверно все а если же у вас все равно возникают какие-то еще вопросы смело задавайте я буду на все вопросы стараться отвечать и давайте сейчас я обратно ружье соберу для того чтобы поставить сюда уже коллиматор и показать как все это дело в итоге выглядит итак друзья давайте сейчас я наглядно покажу как установить на нашу с вами планку вивер коллиматорный прицел я о коллиматоре об этом значит подробнее расскажу в следующей части и также я вам расскажу как я его пристреливал а сейчас я просто покажу как его ставить на планку значит я стараюсь его ставить всегда вот в конец самой планки так чтобы ну не ошибиться с этими так как коллиматор пристрелим и вот после того как вы его поставили его всегда нужно ставить в то же самое положение и тут все очень просто мы его с вами на планку одеваем значит где надо если ослабить подкручиваем вот эти все линтики далее наживляем пока крутится руками значит вот он здесь в этих пазах двигается его необходимо сдвинуть до конца до упора вперед значит вот сдвинули и закручиваем пока наживим дальше вот так вот закручиваем следующий винт да значит крутить особо сильно тут каких-то там диких усилий применять нет необходимости то есть он будет хорошо держаться нет смысла его там туда нажимать можно сорвать резьбу очень просто то есть вот когда вы чувствуете что пошло в натяг подкручиваете до такого же момента когда чувствуете что вот он натяг пошел все дальше его крутить не надо просто чуть-чуть еще подтянуть вот этот винтик и здесь вот так никакого дополнительного нажима не требуется и внимательный зритель заметит что вот этот шестигранный винтик отличается вот такого да изначально вот он шел именно такой черненький здесь но вот этот мне пришлось купить отдельно так как при установке вот именно этого коллиматора но эта модель я сразу скажу японский коллиматор хака бит 35 так называемая модель вот панорама мк 3 япония но как я говорю о нем отдельно поговорим сейчас о конструкции так вот штатный винт при установке на вивер не доходил вот до этой части то есть не цеплял резьбу вот здесь вот он даже чуть-чуть выступает мне пришлось купить его отдельно там стоял он на 25 миллиметров я взял на 30 но ничего страшного что он отличается его в принципе можно даже подкрасить ну вот смотрите в принципе вот так вот это дело выглядит я еще отдельно потом покажу на расстоянии то есть вот в принципе мы получаем вот такой вот апгрейд с коллиматором на планке в в следующей части я расскажу непосредственно о самом коллиматорном прицеле и о том как его правильно нужно пристреливать до новых встреч